Книжный эстафет Это с канала Elizabeth Books Ссылочки на ее канал, на все видео по этой эстафете я также оставлю в описании Так что если вам интересно, тоже можете переходить смотреть Сейчас я только забрал книгу из пункта выдачи Я еще не знаю, что это за книга Сейчас вместе с вами я открою волшебный пакетик и посмотрим, что там в нем Итак, я уже вообще-то немножечко увидел Ну давайте я достану и посмотрим вместе Это книга Эмиля Золя Эмиля, да? Эмиля Золя, наверное, правильно? Человек-зверь Я, кстати, хотел познакомиться с этим автором очень давно Но я хотел прочитать, по-моему, книгу «Дамское счастье» Я что-то такое, не помню уже точно Но это неожиданность на самом деле Прикольно Но я так понимаю, книга довольно большая Не знаю, сколько страниц Но это я уже буду дома И посмотрю, сколько там страниц Скажу вам Также будет продолжение этого ролика, как вы понимаете А сейчас я вам включу инструкцию Точнее, ну, видеоинструкцию Я не знаю, пока что там От самой Лизы Она там что-то расскажет про книгу И после этого мы с вами уже встретимся И я продолжу свой рассказ Всем привет! И особенный привет Косте Для которого я выбрала весьма необычную историю Которую, я надеюсь, он оценит по достоинству Это Эмиль Золя и его «Человек-зверь» Одна из лучших книг этого года лично для меня И изучив внимательно полочки Кости и его лайфлип Я пришла к выводу, что с Эмилем Золя он пока что не знаком По крайней мере, с романом «Человек-зверь» это уж точно Мне почему-то кажется, что тебе, Косте, этот роман должен на 100% понравиться Это не просто классическая история взаимоотношений между замужней девушкой и ее страстным любовником Это настоящий роман о маньяке, который едва ли сдерживается, чтобы не убивать красивых девушек Это история о людях, которыми движут животные инстинкты И также своего рода производственный роман Ведь действие в большинстве своем развивается на железной дороге среди поездов Страсти кипящие на страницах романа Невероятно острые конфликты, о которых можно порезаться И даже нотка детектива не позволит тебе оторваться от книги ни на минуту И я от души надеюсь, что ты станешь таким же поклонником Эмиля Золя, каким являюсь я Загоришься его творчеством и обязательно продолжишь знакомство А сейчас приятного тебе чтения и я надеюсь на твои бушующие эмоции Ну что, мы с вами посмотрели видеоролик Лизы И понимаете, для вас прошло всего полторы минуты А для меня прошла уже неделя, нет, даже, наверное, уже больше недели И сейчас, буквально два часа назад, я дочитал уже эту историю И с самого начала я хочу вам сказать, что Лиза сказала чистую правду И эта книга вызывает бурю эмоций И ее невозможно остановиться читать Поэтому я настоятельно рекомендую посмотреть вам весь ролик Потому что чувствую, что он будет очень эмоциональным А в конце видеоролика я скажу, кому я передаю книжную эстафету И у кого уже завтра, по идее, должен выйти следующий ролик по нашей эстафете Хочу напомнить вам о том, чтобы вы не забывали подписываться на канал Ставить лайки и активничать под всеми видеороликами Потому что это очень помогает развитию канала Также напоминаю о том, что существует канал Книги Говорят Где вы можете найти книжные отзывы, озвучку книг Там проводятся совместные чтения В общем, много интересного контента И да, если начало видеоролика я записывал футболочки На улице было все очень даже хорошо Сегодня у нас 3 сентября Ну, короче, вы поняли мои пристрастия Но речь не об этом А о том, что сейчас я наконец-то смог надеть свою любимую кофту Потому что стало уже довольно прохладно Ну, что уж говорить, вообще-то стало холодно И я один из тех людей, кто любит жару вообще-то Я люблю, когда 30+, потому что я люблю ходить в шортах, футболке Мне нравится, что тепло Плюс все равно, я считаю, что мы живем почти большую часть времени в холодном климате Да, ну, в прохладном Когда ты не можешь комфортно там в любой одежде Да, какой ты хочешь куда-то пойти Поэтому, естественно, я очень радуюсь, когда прям слишком тепло Ну и так как я понимаю, что это время долго не длится Я стараюсь попользоваться им по полной В этом году, судя по всему, уже все закончилось Потому что по ночам у нас уже 5 градусов Когда выйдет этот ролик, я думаю, что это будет конец сентября Не знаю, какая погода там будет Будет очень странно, если в эти дни как раз будет стоять 30-ти градусная жара опять А я тут вам про холод рассказываю Все, давайте уже завязывать с этой историей Значит, что я хочу сказать Необычное видео, потому что я не готовил никакого сценария Я только дочитал книгу, решил, что я должен прям сегодня о ней рассказать Плюс сегодня выходной, это точно все звезды сошлись Я как раз дочитал эту книгу Я предполагаю, что мы будем с вами двигаться прям по книге Я буду останавливаться и рассказывать вам ту или иную информацию Ну и, конечно же, делиться своими впечатлениями, потому что их здесь довольно много Ближе к концу ролика я думаю, что вам станет понятно, понравилась мне эта книга или нет Поэтому смотрите до конца Ну и не забывайте в комментариях делиться своим мнением насчет этой истории И начать, наверное, я должен с того, что все мои суждения являются субъективными, да Хотя я стараюсь быть объективным Но, возможно, вам покажется что-то очень острым Да, вы будете против чего-то, не согласны с чем-то Ну, каждое мнение имеет место быть Поэтому надо с ним, наверное, смириться Не знаю Ну, можете, если что, мне что-нибудь написать в комментариях Так, я хотел сказать Что я хотел сказать Я забыл Представляете Только начал рассказывать А, вот, я вспомнил Самое главное-то Самое главное, что у нас будет уже по традиции две части ролика Первая часть, она будет самой большой Это будет обсуждение книги по сюжету Я думаю, что там будут спойлеры Поэтому, если вы спойлеров боитесь Если вы не любите их То перематывайте на то место, где я поставлю подсказку временную Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы вы полностью посмотрели И прониклись вместе со мной эмоциями от этой книги Эта история у нас складывается довольно интересно И я с первых страниц прям увлекся Реально увлекся этой историей Потому что, ну, вроде бы такое неоднозначное начало Но, когда я начал читать Прям первые, наверное, страниц 10-15 я прочитал Я понял, что вообще-то это очень интересно Кстати, да, кстати, да Если вы вдруг не любите спойлеры То я вам не советую читать аннотацию Эта книга единственное почти что В которой я вообще не читал аннотацию Прочитал я только сейчас Даже прям первое предложение я прочитал И понял, что здесь реально спойлер уже в первом предложении То есть, по сути То, что здесь написано Нас переносит уже на 100 страниц вперед И первые 100 страниц, там, ну, около 100 Мы можем вообще не читать и как бы выбросить их В общем, история такая У нас есть дама, которую зовут Северина Что имя, кстати, довольно редко Я таких имен вообще не слышал, мне кажется, никогда И ее муж Руба По-моему, его это имя вроде бы Насчет фамилии не уверен Что-то не припоминаю Мне кажется, их там просто не было Эта семья из Руба и Северины Находится в Париже В то время, как вот этот Руба Работает помощником начальника железнодорожной станции Об этом я отдельно сегодня поговорю Потому что железнодорожная тема Очень меня интересует И я с большим трепетом к ней отношусь Еще после книги «Атлант расправил плечи» Так что мы еще сегодня об этом обязательно поговорим Так вот, эта парочка находится в Париже Они туда приехали на день Как нам здесь также в тексте описывается И когда возвращается Северина С покупок, да, с магазинов Им надо было уже уезжать Она там что-то начала много всего закупать В общем, Руба начал уже нервничать Типа, что она там так долго ходит Нам уже надо уезжать И вот она приходит И они начинают общаться на тему того Типа, что она там так долго делала Что она там так долго гуляла по магазинам Или же, может быть, она там не по магазинам ходила А может быть, она занималась какими-то другими делами И вот здесь начинается такая небольшая завязка После этого они начинают Ну, как бы разговор так свели, можно сказать В спокойное русло Но у этого Руба проявляется Очень сильная страсть К этой даме Он начинает там Завладевать ею, скажем так Причем хочу отметить сразу, что У меня сложилось впечатление Как будто бы Золя очень сильно любит Вот эти интимные постельные сцены Потому что он с большой страстью С большим таким, знаете, наверное Усилием и чувством Описывает все эти сцены Что ты как будто становишься там Невольным зрителем всех этих действий и событий В общем, я ж не помню Получилось у них там что-то или нет По-моему, ничего не получилось Да, она вроде как его там, типа, слила И в этот момент Они сидят друг напротив друга Что-то разговаривают И он смотрит как бы на нее И она проговаривается Что моя змейка Пока непонятно, что к чему Я тоже читал Думаю, что моя змейка Ничего не понял Оказывается Она говорит вслух о том Что он подарил мне это кольцо В Круа-де-Мофра В день моего 16-летия И она в этот момент Вот представляете Она сидит просто с ним Он молчит И она просто ни с того ни с сего Вот говорит Что она так сидела Задумалась И говорит Что мне это кольцо Он подарил там На мое 16-летие И тут Руба Вопрос Кто это такой А кто подарил-то Ведь она все время Ему говорила Что это кольцо Досталось ей от матери А тут она забылась И как-то проговорилась Конечно, это немного странно С чего бы вдруг Она могла вот так просто проговориться Но, наверное, этому есть причина Потому что Он ее уговаривал Съездить в Дуанвиль Если я ничего не путаю Ну, в общем, он уговаривал ее там Остаться здесь Или еще съездить И они должны были приехать К такому старику Которого зовут Гран Морин По-моему, Гран Морин Очень сложно с именами Хотя, вроде бы, я ничего не напутал Вроде бы так и есть Но убедиться все-таки Стоит окончательно Чтобы никаких вопросов У вас потом не осталось Так, ну, что-то я все пытаюсь найти Почему-то не могу А, вот все Гран Морин Да, его зовут Гран Морин Ударение куда? Сложно сказать Ну, наверное, Гран Морин Так и будем его называть В общем Они выясняют Ну, выясняют отношения Да, у них начинается Какая-то перепалка И в этот момент Руба просто начинает Терять терпение Он начинает на нее орать Он начинает ее обзывать Самыми неприятными словами И он ей говорит Что признайся Что с этим стариком У тебя была связь какая-то Еще с детства Потому что Вообще вот этот старик Очень сильно замешан В семью Ну, не в семью А именно Наверное В благосостояние Этой пары Руба и Северина Потому что этот старик С детства еще Взял к себе Северину Он, причем Как мы узнаем с вами дальше Если что Перекрутите Немножечко Потому что будет спойлер Он переписал на нее Еще имение свое То есть он там Почти половину Своего богатства А он миллионер Переписал на нее Вроде в начале книги Они об этом еще не знают Но в любом случае Этот старик Постоянно помогал Северине Плюс он еще помог Оказал какое-то влияние Для того, чтобы Руба Тоже укрепился На своем месте И тут походу До Руба начинает доходить Что Ага Тут не все так просто То есть она Да, с ним Чем-то занималась Непристойным Именно поэтому Старик и помогает Ему Ну И Точнее ей Да, и ему в том числе Чтобы, наверное Не вызвать подозрений По итогу она признается Признается, что она Совершила это Но в таком виде Что Он Да, ей как бы Владел То есть Она Не хотела Вроде как этого Но этот старик Там все Сделал самостоятельно И это все Произошло Когда ей было Ну Около 17 лет То есть еще 17 Не исполнил Как она сама говорит Что ей было Неполных 17 И он начинает Руба Расспрашивать ее Он хочет узнать Все подробности Прям вообще Все подробности В каком месте Где Что он говорил Как он называл Вообще Короче Все подробности Тут я понял Что Золя Прям Очень сильно Хочет углубиться В эту историю Ему нравится Показывать Вот эти Интимные подробности Ну и вот Эта беседа У них продолжается Руба продолжает На нее Наседать Он продолжает На нее Наезжать Они там Все кричатся Кричатся Какой-то Интересный русский Язык у нас сегодня И в общем Руба понимает Что Надо что-то делать Руба понимает Что Единственный способ Избавиться От этой Тяжести Что его Столько лет Обманывали Хотя Я вот Кстати Не уловил До конца А ну да Наверное Они и сейчас Когда она приезжала К этому старику Он ее Использовал Тоже До сих пор И вот Эта вся история Когда складывается У Руба в голове Он понимает Что Ну тут Один выход Только избавиться От этого старика Он говорит Северине Что Пиши ему письмо Да Она ему пишет Выезжайте нынче вечером Курьерским поездом В 6.30 И не выходите Из купе Даруана Она пишет Это письмо Она сначала Не понимает Что хочет Руба Но как только Пазл у нее В голове складывается Она понимает Что Наверное Этому старику Осталось недолго Она впадает В полное отчаяние Она впадает В такой страх Что ей делать Они добираются До станции Да И вот Они садятся В поезд Ну там Руба еще С кем-то там С кондуктором С оберкондуктором Вроде Переговаривается На платформе И видит Что этот старик Как раз там Появляется Хотя он Появиться не должен Он не должен Был никуда ехать Да И кстати Наверное Я не упомянул По моему Этот Гранд Морин У нас Председатель суда То есть Это довольно таки Высокий Государственный чин И Этот человек Пользуется Популярностью И известностью В общем Он Садится В этот поезд Они тоже Садятся В этот поезд И тут У нас Происходит Знакомство С другим героем Потому что Пока что Пока что Эта история Нас переносит Я помню Когда читал Думаю Блин Ну окей Сейчас вот Они сели в поезд Сейчас интересно Будет Прям самое то Что Активное Действие Которое я хотел Увидеть уже И тут Глава кончается И мы попадаем Уже в поместье В Круа Которое называется Круа Демофра Круа Демофра Правильно? Да Круа Демофра И Узнаем О персонажах Которые Обитают там Но Чтобы вы понимали Да Как все это Вообще Выстроено На карте Я Для себя Представил Именно таким образом То есть Они были В Париже В одной точке Должны были Вернуться в Гавр Да То есть Где-то вот так Париж Гавр И вот эта Круа Демофра Находится Где-то Посерединке И Там по сути Поместье Оно В глуши Находится Но Там Классный Дом И помимо Этого Ну Недалеко От этого Поместья Есть как раз Железная Дорога Где есть Переезд Шоакбаум Там стоит И вот Мы попадаем Как раз таки В эту Старожку Плюс там Маленький домик Где проживает Некая Семейка О которой Я сейчас Тоже Вам Расскажу Но Перед этим Книга Нас Знакомит С Героем Которого Зовут Жак Фамилия Ладно Давайте Без фамилий Имена Здесь Не повторяются Так вот Как нам Его Описывают Кто был Молодой Человек Лет 26 Высокий С муглый С темными Вьющимися Волосами С красивым Круглым И правильным Лицом Которое Портило Только Слишком Тяжелая Челюсть Ну Я так понимаю Да довольно Такой Красивый Молодой Человек В принципе С таким Крупным Телом Ну В общем Я так понимаю Что В принципе Он у девушек Пользуется Популярностью Но Мы узнаем С вами Дальше Что Эта Популярность Очень опасна И да Вот у нас Сейчас здесь 40 страница В книге Я понимаю Что по сути Если бы Я прочитал Аннотацию Реально Вот эту Можно было Вообще Не читать Просто Оставить За бортом И все Мы знакомимся Как раз таки С этим Да Он там Общается С девушкой Флорой И Есть Также Семья Которая Живет Рядом С этой Старожкой Это Мизер И Тетушка Фази Его жена Вот этот Мизер Он как раз таки Сторож На швакбауме Он там Должен Постоянно Поднимать Опускать Ну Вы понимаете Наверное Как работает Сторож На Железнодорожном Переезде Вот И он как раз Этой работой И занимается В то же время Флора Это Их Дочь Да Дочь Да Дочь Я думаю Что все правильно А Жак Это Машинист Машинист Который Ну тоже Постоянно Ездит Я так понял Из Гавра В Париж Ну или по другим Направлениям Но тоже частенько Мимо вот Как раз таки Этого дома И он любит Да Во время пути Или когда у него есть время Тоже туда заезжать И вот с этой Фазе С женой Мизера Общаться Жак общается С этой Тетушкой Фазе И она ему Рассказывает о том Что ее муж Мизер Пытается ее Уничтожить Она ему говорит Что Мизер Подкладывает ей То ли я То ли еще Что-то в еду Она там боится Все есть И поэтому Она чувствует Что каждый день Она Начинает Заболевать еще сильнее Что ей становится Все хуже и хуже И что скоро Она покинет Этот мир Ну Жак Начинает говорить Ей о том Что это все неправда Она же ему В противовес Говорит Что вот у них Есть тысяча франков Которую Она спрятала И этот Мизер Хочет с нею Расквитаться И после этого Завладеть Этими деньгами И Ну по мне Это вообще Очень странная вещь Там реально Этот Мизер Он Типа Ну нет Ладно Давайте мы еще дальше До этого дойдем Я вам расскажу Что он делает Потому что странно Вот на этом моменте Я думал Что Эта фаза Просто уже Не в себе Да Она просто Ну не знаю По каким-то другим причинам У нее начались проблемы И со здоровьем И вот она Бредит Что да Он хочет С ней разобраться Этот муж В общем Они побеседовали Жак С этой фазе С тетушкой Фазе И Жак Пошел на улицу И тут он вспомнил Что он хотел побывать Вот в этом Поместье Круадемофра Как раз таки Владелец которой Это председатель Суда Гран Морин Он туда отправляется И видит там Какую-то темную фигуру Которая чем-то занимается И он понимает Что это как раз таки Та самая Флора Да Дочка Вот этой пары Семейной И Она там что-то крадет Она крадет веревки Он туда подходит Они начинают беседовать Она как ни в чем не бывало Говорит что Ну вот я тут беру Но я знаю Что сюда никто не придет И как бы Все будет хорошо Они начинают там Обсуждать Обсуждать Обсуждают Председателя суда Гран Морина Про которого вообще Ходит слух Что он там еще С одной Молодой дамой Развлекался Хотя сам он старик И чем он там С ней занимался Я думаю Вам становится понятно Опять же Смотрите Хочу вам сделать Небольшое отступление О том что Я стараюсь Конечно Ну рассказать Я рассказываю Со спойлерами Да Но все таки Я стараюсь сделать так Чтобы вам тоже Было интересно Поэтому Я такие Ну самые Можно сказать Главные моменты Какие то озвучу Но все подробности Вы конечно Сможете найти Только здесь Поэтому Если вы даже смотрите Я думаю Что вам все равно Будет интересно Ну надеюсь Что я хотя бы Вам расскажу Об этом книге Интересно В общем Жак Начинает Приставать К этой Флоре Да Он захотел С ней Близости Какой-то Он довольно Жестко и грубо С ней обошелся Да Он ее там Притянул к себе И когда Доходит дело До самого Эпичного момента Он Ничего сделать Не может Когда он Видит эту девушку По-моему Он ее увидел Голой Да По-моему Так Да У нее лопнула блузка Или что-то такое В этот момент Когда он видит ее голой И самое главное Что он видит ее при свете голой Он начинает Судорожно Просто в панике В какой-то В бешенстве Искать какое-то орудие Камень Ножницы Нож Там Топор Все что угодно Все что есть Все что есть под руками Он понимает Что им Обладело желание Разобраться С этой дамой Как вы заметили Я стараюсь Говорить Ну скажем Аккуратно Потому что Не уверен Что все эти слова Стоит произносить И так понятно Да О чем речь Ну и как Отреагирует на это Ютуб Я тоже К сожалению Не знаю Поэтому давайте Пока что Говорить так У Жака Просыпается Неистовое желание Просто Ее Убрать Со своего пути Он Просто Не знает Что ему делать Он понимает Что вот эта Тяга Страсть К нему вернулась Но мы как читатели Тоже узнаем Здесь только В первый раз И после этого Да Мы начинаем понимать Все таки А что за тяга Что это такое Как раз мы начинаем Понимать Что у него есть Вот такая проблема Да Он не может Видеть Девушку Голой Потому что В этот момент В нем просыпается Тот самый Человек Зверь Который Хочет Просто Уничтожить Всю свою Добычу Любым способом И чтобы Не совершить Преступление Жак Просто в этот момент Начинает Убегать Оттуда И Флора В непонятках Думает Что она его Чем-то обидела Что она его Сначала Оттолкнула Да Что сразу Ему Не отдалась Там И в общем-то Она Вообще-то Она расстроилась По сути Да Что ничего Не получилось Но Для нее Это Очень даже Неплохо И я хочу Чтобы вы Запомнили Этот момент Потому что Этот момент Сыграет Большую роль В этой книге И несмотря на то Что это только Начало Да Ну это где-то 60-70 страниц А в книге 450 Именно здесь По сути Такой самый Первый Ключевой момент Случается Дальше у нас Идут описания Вот этих Его припадков Мы здесь Очень внимательно Это изучаем Надо сказать О том Что Золя Очень сильно Чувствует Психологическую Сторону Человека Потому что Он здесь Начинает Копаться Очень глубоко Он начинает Искать Истоки Он начинает Описывать Симптомы Вот я хотел Сказать Симптомы Забыл Слово Просто Он описывает Как это все Проявляется Чем это все Вызвано В общем Читать это Довольно Интересно Но Хочу сказать Что это Читается Не быстро Плюс Здесь еще Такие абзацы Великолепные Это почти Франц Кавка В книгах Его Такие же Абзацы Бывают По несколько Страниц И в общем Жак доходит До туннеля Который тоже Там рядом Находится Ну как раз Из этого туннеля Выезжают поезда И вот здесь Он видит Очень интересное Событие Значит Давайте я вам Попробую Прям по тексту Найти Потому что Я выделял Этот момент Обязательно Да Он видит Вот этот поезд Который проезжает И Читаю Жак успел заметить Человека Который повалил На скамью Другого И с размаху Всадил ему В горло Понимаете что И какая то черная масса То ли кто то третий То ли упавший С полки багаж Тяжело навалилась На содрогавшиеся Ноги жертвы То есть Жак по сути Стал свидетелем Преступления Ну вы понимаете Опять же Для меня это Немного странно Что Ну вот Ты стоишь Да Перед тобой едет поезд Там Ну ты видишь Дед поезд выезжает И ты На этой скорости Успеваешь Типа что то увидеть Ну даже если там Ну сколько 60 км в час Ну представляете 60 км в час Это там Просто секунда И поезд проехал Как он там Это смог увидеть Большой вопрос Ну окей Раз уж в этой истории Так написано Будем считать Что автор Конечно прав Такое возможно И мы принимаем Это как должно Жак возвращается В домик Вот этого путевого Сторожа Да Мизера И он видит Как вот этот Мизер Что то там В углу Где то роется Мизер говорит Что ой там Типа спички Завалились Но на самом деле У Жака Реально подозрение Такое появляется Что этот Мизер Реально хочет найти Эти деньги Которые там Эта фазе спрятала То есть он там Типа целыми днями Когда она спит Он пытается Во всей квартире Везде все облазить И найти эти деньги Тоже там Такая странная у него Тяга к этим деньгам Ну есть такое И там в принципе Ну дальше будет еще Немного с этим Тоже связано По-моему даже До самого конца Книги почти И вот этот Мизер Поворачивается Видит что Здесь пришел Жак Он ему говорит Что там на полотне Я видел Какой-то человек Валяется Сдается он мертв И тут у Жака Складывается картинка Он понимает что Похоже он реально Стал свидетелем Преступления Он думал Может ему померещилось Но нет Ему становится интересно Что там произошло Что такое Они идут На место преступления В общем Они доходят До железной дороги До железного Железнодорожного полотна И Они видят Это тело Да Они видят Как раз таки Перерезанное Тело человека И Ну судя по всему Да Как они делают Вывод первый Точнее Жак Потому что Мизер Он просто Типа в стороне Там стоит Он увидел Он сказал А короче Там когда потом Светло будет День будет Тогда потом Посмотрим Придем То есть Этот Мизер Очень такой Интересный персонаж Конечно Вызывал у меня Очень такие Веселые эмоции Скажем так Вот А Жак Он Ему становится Интересно Во первых Его страсть Вот это Что он Час назад Там образно Не смог Разобраться С этой дамой С Флорой А тут Он видит Как другие люди Смогли это сделать Смогли это сделать И еще Тело бросили там Чтобы Жак Это увидел Ну Я конечно Немного утрирую ситуацию Но примерно так Примерно такие мысли У Жака в голове И Это тоже Такая Сильная Психологическая Составляющая Этой книги Они все дело Оставляют Там еще приходила Флора туда Как раз таки Жак не смог Он хотел посмотреть На эту рану Да Потому что Ему очень хотелось Но он побоялся Трогать Чтобы там отпечатки Да Ну то есть Он чтобы Ничего там не исправил Потом пришла Флора туда Она просто Сразу взяла Там повернула Тело Чет посмотрела Он просто Вообще там Удивился Жак типа Я здесь боялся Стоял Она просто подошла И сразу все сделала Прикольно И здесь Жак предстает Таким знаете Ну каким-то Очень робким Несмотря на Свою вот эту Ну болезнь Наверное я бы назвал Потому что Да Это болезнь Потом появляется У нас Уже в кадре Руба и Северина Опять Они уже приехали Домой В Гавр Да Нам конечно Подробностей Никаких не дают Нам их дадут Намного позже Я имею ввиду Подробности Того Как и что Там происходит Но Хочу сказать о том Что Тут я думал Якобы В чем-то подвох Я думал Что это будет Типа такого Детектива Где нужно будет Разгадать загадку Но по сути Тут реально Все факты Указывают на то Да Что Вот они Написали ему записку Они сели вдвоем В поезд Руба и Северина И вот этот Председатель суда И они как раз таки С ним разобрались Но я все равно Думал что Блин Ну а Должна быть какая-то загадка Не может быть Что все так просто Я вот все ждал Ждал эту загадку Ну Дождался или нет Не знаю Узнаете чуть позже Дальше нас знакомят С Кочегаром Пеке У которого Кстати говоря Две жены Одна Живет В Париже Да По-моему как раз таки Это Тетушка Виктория У которой Руба и Северина Повздорили в самом начале А другая Живет здесь в Гавре Ее зовут Филомина Саванья Удивительное имя Я таких еще никогда не слышал Филомина Саванья Саванья Это наверное фамилия Сестра начальника Паровозного депо Которая вот уже Целый год Исполняла в Гавре Роль второй супруги Пеке Причем Вот очень интересно Мне было тоже смешно Типа Он в открытую Заявлял Что у него Типа Две жены Но Время-то Не то было Когда там Многоженство Или что-то еще То есть это по сути Как бы Такое моральное Преступление Наверное Но Нацепляет Поэтому Я его И запомнил Это наверное Хорошо Книга И должна Остаться Такой Чтобы Ты там Что-то Запомнил Так Ну Пересуды Которые Там Происходят В этом доме Где они Там все Живут В Гавре Я думаю Они не столь Интересны Могу Только Вкратце Сказать Что Они Там Ну Я так Понял Как это Назвать Я не знаю Ну Пусть Это Типа Общежития Да Они там Все По комнатам Вот Семья Руба Есть Семья Лебле И между Этими Семьями Возникла Вражда Из-за Того Что Какую-то Комнату Они Хотели Получить На Этаже В коридоре Есть Два Так Давайте Так Положу Есть Две Стороны С одной Стороны Комната И с другой Комнаты И вот С одной Стороны Где Живет Сейчас Семья Руба Там Вид Вообще Ничего Нету Ничего Красивого А с другой Стороны Вид Прекрасный И Вот Руба Хотели На другую Сторону Переселиться И они Имели На это Право Потому что Там Через Какие-то Завещания Через Что-то Еще Бывший Житель Он Им Должен Был Эту Квартиру Отдать Но Семья Руба Пока Что Не Протестовала Но Вот Семья Лебле Они Там Начали Уже Напрягаться Типа Вот Сейчас В квартиру Заберут Все Такое Короче Не знаю На меня Они Севериной С женой Своей В Гавр Уже После Событий И Вот Как Помощник Начальник Станции Руба Он Занимается Своими Рабочими Обязанностями И Тут Приходит Момент Когда Нужно Все эти Вагоны Разбирать Приехали На станцию И там Вагоны Разобрали И вот Этот Вагон Где Все Произошло Он Остался Пока Что Стоять Сейчас Извините И вечером Ночью Его Смотрели Плохо Убрали И Все И Вот Утром Туда Приходят Люди Открывают Там Ужасный Запах Они Видят Что Там Кровь И Тут Возникают Большие Вопросы Кто Осматривал Вагон И Вообще Как Так Случилось Что Тут Вот Это Типа Что Произошло Ну И да Кстати Я Что Пропустил Один Момент Вот Перед Вот Этой Историей Когда Они Начали Вагон Искать Они Че Пошли Этот Вагон Смотреть Потому Что Пришла Информация О том Что Председатель Суда Вот Этот Гран Морин Найден Мертвый Рядом Вот С этим Круадеморф Поместьем Где Они Там Проезжали Где Жак Нашел Как Раз И Началась Вот Эта Движуха Именно Поэтому Они Там Все И Пошли Смотреть Этот Вагон Как Оказалось Что Этот Вагон Как Раз Таки Должны Были Увести Но По Какому То Стечению Обстоятельств Очень Странному Этот Вагон Остался Ну И С Этого Момента По Сути Начинаются Разбирательства Кто Прав Кто Виноват И Вот У Нас Есть Следователь Господин Денизи Денизи Давайте Будем Так Его Называть Он Как Раз Таки Должен Разобраться В Историей Полетов Денизи Постоянно Расспрашивает Свидетелей Он Начинает Все Там Выяснять У Него Складывается Ну Какое-то Первоначальное Мнение И Он Быстро Находит Виновного Но По сути Виновного Он Находит Не Того Который Нужен Его Выбор Да Скажем Так Падает На Такого Человека Как Кабюш Его Зовут Кабюш Именно Вот Так Если Что Запоминайте Это имя Потому Что Оно Тоже Будет На Протяжении Всей Книги С Нами Пребывать Говорю Что Запоминайте 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 А уже Наверное Мы Минут Тридцать Снимаем Видео Я Кстати Не Посмотрел Во Сколько Мы Начали Этот Кабюш Вот Чем Он Занимался До Этого Я Помню Ну Я Сейчас Если Вспомню Скажу Чем Он Занимался Но Важный Факт Что Когда Следователь Начинает С ним Беседовать Кабюша Начинает Отпираться Типа Чего Я Вообще Ничего Не делаю Вообще Ни При чем И ему Начинают Следователь Предъявлять За то Что Вы Уже Были Осуждены На 5 Лет Тюрьмы За то Что Убили Человека Во время Ссоры И Кабюш Говорит Что Да Я Это Сделал Но Здесь Я Ни При чем Потом Ему Следователь Говорит Там В общем Был какой-то С этим Кабюшем Конфликт И он По сути Во все Услышание Ну ранее До этого Говорил Что он Разберется С этим Председателем Суда И тут Следователь Ему И говорит Об этом Что Ну ты Ж говорил Что Ты с ним Разберешься И Кабюш Ему Отвечает Что Да Я Не Отрицаю Я Этого Говорил Была бы Моя Возможность Я бы С этой С ним И сделал Но Говорит Я В этот Раз Ничего Не делал С ним Ну и Следователь Как бы Уже Слушать Ничего Не хочет Он Понимает Что Все Вот Я Свою Работу Сделал Я Молодец Как бы Да Но Тут У нас Знаете Вступает В дело Некая Такая Коррупционная Составляющая Какие То Политические Заговоры Или Другая История Он Выясняет Ну по сути Для Его Мнения По мнению Следователя Денизи Он Думает Что Все Я Разобрался Ну Ему Поступает Ну Приказ Я так Понимаю Который Говорит О том Что Надо Быстренько Это Дело Прикрыть Там Все Да Все Закончить И Спокойненько Работать Дальше То есть Нам Показывает Золя Что Я кстати Не ожидал Что Здесь Будет Затрагиваться Еще Тема Государственного Устройства Что Довольно Интересно И Вот Нам Золя Показывает О том Что По чьему То Мнению По чьему То Приказу Можно Решить Любой Вопрос Который Только Возникает Это Конечно Не Очень Приятная Вещь Но Вот С такой Историей Мы Сталкнулись В этой Книге Я Вот Сейчас В хронологии Мне кажется Немного Потерялся Потому Что Я Не Могу Вспомнить Что Было Раньше Вот Эта История Или Сейчас Секунду В общем Ладно Давайте Я вам Расскажу Да Как Все таки Вот эта Семья Выбралась С этой Ситуацией Потому Что На Руба Севериной Тоже По сути Ну Пали Некоторые Подозрения И Они Не Безосновательные В общем Северина Решается Поехать В Париж И Встретиться Там С Министром Что Ли В общем Зовут его Камиламот Ну И Это Человек Который Имел Точнее Связь С Этим Председателем Суда И Северина Решается Поехать К нему Чтобы Попросить О том Чтобы Замять Дело По сути Реально Так И Она Понимает Что У этого Председателя Суда Дома Лежало Это Письмо Которое Они Написали Помните Что Садитесь В поезд И Езжайте До Руана Вот Не Помню Узнала Она О том Что Этот Камел Амод Был В доме Председателя Суда И Нашел Это Письмо Но В любом Случае Она К этому Камел Амоду Приезжает По-моему Это Министр Или Заместитель Министра Или Помощник Министра В общем Кто Тоже Высокой Должности Она К нему Приехала Она Начала Просить Его Да Очень Так Ненавязчиво Да Она Очень скрытно Это Делает Она Не Хочет Выдать Себя Но Хотя Камел Амод Все Прекрасно Понимает Она Ему Говорит Что В принципе Ну Если Грубо Сказать Она Ему Говорит О том Что Я Как На Все Согласна Там Любая Ваша Прихоть Вы Мне Скажите Я Все Оформлю Как Положено Ну Вот Пример На Таком Стиле Ну И Он Как Соглашается Он Признает Что Да Вот Этот Кабюш Конечно Да Вот Этот Кабюш Очень Плохой И Если Мы Немножечко Вернемся Назад Как Раз Таки Когда Встреча Происходит Между Следователем Денизи Да Когда Разбирательство Проходит По этому Делу Там Проходит Допрос Северины И Руба И Параллельно Допрашивается Жак Жак Это Машинист Который Застал Тело Да На земле Этого Председателя Суда А Руба И Северина Те Кто Это По сути Совершил И Вот На этом Допросе Жак Говорит Следователю Что Он Видел Как Кто Навалился На тело Помните Когда Поезд Проезжал И Совершил Как раз Таки Вот Это Злодеяние И Здесь Они Понимают Что Руба И Северина Что Жак Оказывается Все Знает Он Оказывается Видел И По сути Он Может Распознать И Обвинить И С Этого Момента Руба Решает Что Они Должны Сдружиться С Этим Жак И Они Его Постоянно Зовут К себе Постоянно Приглашают И К чему Это Все Приведет Мы С вами Тоже Уже Скоро Узнаем Потому Что Как Мне Кажется Сейчас События Более Динамично Пойдут И Мы К этому Моменту Уже Скоро Вернемся В общем После Этого У нас Происходит С вами Встреча Следователя Денизи С этим Камеломотом Который Которому Северина Приезжала И просила Замолвить Словечка За Мужа Своего За то Что Все Окей Все Спокойно И Вот Они Начинают Беседовать И Здесь Опять же Политическая Сторона Этого Дела Потому Что Этого Председателя Суда И Они Когда беседуют Камеломот С Денизи Со следователем Камеломот Ему говорит Ну Как бы Ты понимаешь Что Если мы Сейчас будем Обвинять Кабюша Этого То Всплывет Вся эта Грязь И мы Не сможем Да Председателя Суда Ну Как бы Очистить Даже после Его гибели Очистить Его совесть Ну Не знаю Не совесть Наверное Его биографию Наверное Можно так сказать И вот Они Об этом Все беседуют Денизи Говорит Что Простите В этом Я уже Не властен Да Что-то Изменить Ведь речь Идет О его совести Здесь Нам этот Следователь Предстает Таким Правильным И честным Ну Вообще Вроде Как Он Сильных Грехов Не совершает В этой книге И вот На это Камеломот Ему Отвечает Что Я согласен Что как раз таки Вы по совести И должны поступить Да Он говорит Что Вы не хуже Меня знаете Что порой Доблесть В том и состоит Чтобы примириться С меньшим злом Да То есть Прикрыть Это дело Дабы Избежать Большего Зла Обнародовать Всю вот эту Грязь Об этом Председателя Суда Во всеуслышание Это бы Сильно Подорвало Интересы Государства Как раз таки Из-за этого Они и пытаются Это все Прикрыть Потому что Это по сути Омрачит Репутацию Всего правительства Всего государства Так как Председатель Суда Это Очень высокая Должность И тут Камеломот Делает Очень хитрый ход Он говорит Что Тем более Мы же знаем Кому обращаемся Что вы на хорошем счету И вообще-то В скором времени Мы хотели бы Вас уже перевести Выше В Париж На более Интересную Высокую должность Тут конечно Выбор какой У Дениза Он Блин Он все Он загорелся Что да Оказывается О нем здесь Помнят Знают Поэтому Надо принять Хорошее решение Да Кстати Еще Этому Следователю Камеломот Сказал о том Что Вы Ну так По случайности Вы представлены К ордену Награждение Произойдет 15 августа То есть Ну вот Приехал тут По делу Да Разбирается В преступлении А ему говорят Что вот Вас орденом Мы наградили уже Довольно Интересно И немножечко Грустно Ну в общем Дело заминается Этого Кабюша Ой по-моему Его просто Отпустили Да Ну там Признали Что нету Виновны Что это Какой-то Таинственный Убийца Который Все это дело Совершил В общем Ничего не нашли И замяли Эту историю Во время Преступления Северина Ируба Вытащили У председателя Суда Из карманов 10 тысяч Франков Часы А ну и А ну и Кошелек Да там 300 франков Было Они все это В своем доме Под полом Начали Ну не начали А короче Спрятали все это Дело Под паркетом Ну и Как бы договорились О том Что эти деньги Никогда Они трогать Не будут Вообще Никогда Ни при каких Обстательствах Они их не возьмут Мне очень интересно На самом деле Посмотреть Сколько же Мы снимаем Это видео Там уже Целый час Да Это конечно Интересно Что же у нас Выйдет там В итоге Ладно Давайте мы Попробуем Немножечко Ускориться Потому что Я думаю Что Можно Это сделать В принципе Как я уже сказал Происходит Сближение Жака С этой семьей И Все это Приводит к тому Что Северина И Жак Начинают Любить Друг друга Причем Очень бурной Страстью А Руба В этот момент Начинает Играть По-моему Он играл В карты Ну Что-то с азартом Связано Точно не помню Короче Он начинает Проигрывать Там деньги И Ему становится Вообще Безразлично На Северину То есть Ему становится Все равно А Северина В то же время С этим Жаком Начинает Плотно Общаться Они начинают Украдкой Встречаться Доходят До того Что они Даже Когда Руба На работе Жак После смен Приходит К ним Домой И там Они совершают Все свои дела Плюс Северина И Жак Уезжают На его поезде Да Он уезжает Допустим В рейс На день Она В этот поезд Садится Тоже говорит Что она ездит К врачу Там в Париж Куда-то И вот Они там В это время С Жаком Забавляются Должен сказать Обязательно О том Что это Очень сильная Книга В плане Описания Поезда Вот Не ожидал Этого Реально Здесь Описана Работа Подвижного Состава Да Поездов Прямо Изнутри Я здесь В одном месте Прямо На полях Написал Вот оно Как будто Хейли И книга Под названием Машинист Ну реально Можно было Такую книгу Сделать Артуру Хейли И назвать Ее Машинист Потому что Здесь очень Подробно Как там Все работает Как они Там Уголь Загружают Какие составные Части Есть у Машиниста То есть Прямо Невероятно Все Так Расписано И что Самое Интересное Это Далеко Не скучно Очень Интересно Читать И погружаться В эту Работу Машины И помимо Всего Этого Описывается Любовь Жака К этому Поезду Его зовут Поезд Лизон Они его Так называют Ну или он Его так Называет И его Любовь Прям очень Сильна Он относится Как к живому Существу То есть Он постоянно Его намывает Натирает Это прям Тоже Очень детально Описано И У меня Конечно Буря эмоций Прям таких Приятных Можно сказать Вызывало Вот это Описание Потом Происходит Один раз Что они Едут Жак И Северина Уезжают Опять Вместе На поезде Но поезд Попадает В бурю И они Там Застревают На рельсах Они застревают Из-за снегопада Машина Ехать не может Я имею ввиду Поезд Который Называется Лизон И вот Жак Они там С вот этим Кочегаром Пеки Они пытались Все Перебороть Пытались Как бы Пробраться Сквозь эту Снежную Бурю Но не получилось И самое интересное Что они Застряли Рядом С этим Поместьем Круа-де-Мофра Да и рядом С этим Сторожевым Ой Путевым Сторожем Не сторожевым Тоже такие Странные Совпадения Типа Ну Прям Почему Прям Там-то Именно Но окей Это все Такие Маленькие Детали Которые Общие Картины От этой Книги Не портят Также Что немаловажно Отметить Когда Вот эта Любовная Связь между Жаком И Севериной Началась Жак Постоянно Боялся Что как Дело Только Дойдет До Самого Главного Их События У него Проснется Опять Этот Зверь И когда У них Все Произошло Первый Раз Он Все Он Понял Что Он Излечился Что У него Нет Этой Напасти Но Скажу Вам Усадьбу Жак Душили Зверь Ехать И забрать Там Ее половина Была 5000 франков Типа Они забрали 10 Вот 5 Ее Она Хотела Забрать Половину И Уехать Оказалось Что денег Там Вообще Никаких Нет Вообще Ничего Не Осталось И В этот Момент Как раз Таки С ней Был Жак И Вернулся Руба Домой Она Начала Орать На Руба Что Вот Ты Такой Вор И Самое Здесь Интересное Что Руба Настолько Опустился В этот Момент Мы Видим Сильное Изменение И Скорее Всего Посыл В том Что Показать Как Преступление Портит Человека На Всю Жизнь То Есть Руба Изменился Морально Он Морально Стал Ничтожен Он Прям Опустился До Самых Низов И Ему Уже Ничего Не Важно То Ему Вообще Ничего Не Интересно Он Просто На Северину Забил И Когда Он Увидел Даже Что Они Там С Жак Он Даже Как То И Не Отреагировал На Это Ему Стало Не Интересно Просто Ушел В общем Жак Северина Решаются Поехать По-моему Они Просто Хотели Или Они Совсем Уезжать Собирались Ну Не Суть В общем Запоминаем То Что Они Собрались Ехать На Поезде Другой Город И На Сцену Выходит Флора Дочка Мизера И Фази В этот Момент Фази Уже Скончалась Так Получилось Что Мизер Все Таки Совершил Своё Причем После Того Как Он Уничтожил Он Начал Просто Неистово Копаться Везде Он Перекопал Весь Огород Он Перерыл Все Углы Шкафы Все 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 В доме Чтобы Найти Эту Тысячу Франков И Он Так Ее Не Нашел И Вот Он Говорит Что Вот Эта Фази Меня Все Равно Победила Даже После Своей Смерти Что Я Ничего Не Смог Найти А Она Лежала Когда Еще В Квартире Там Уже Погибшая Она Как будто Лежала И Ухмылялась Над Ним Что Вот Ты Ничего Найти Все Равно Не Сможешь Короче Как Я Сказал Выходит На сцену Флора Их Дочь И Она В какой-то Момент Поняла Что Она Очень Сильно Любит Жака Она Понимает Что Жак И Северина Сейчас Будут Вместе Они Будут Сейчас В снегу А Жак И Северина Пришли Как раз К ним Вот Эту Сторож В эту И Вот С того Момента Флора Стала Одержим Она Хочет Быть Жак Но Она Понимает Что Окей Я Не Смогу Быть С ним Потому Что Он Любит Северину Она Любит Его Тогда Я Должна С ними Обоими Разобраться И Она Решает Устроить Засаду На Путях Железнодорожных Она Выбирает Разные Способы Но В итоге В самый Последний Момент Она Все Боялась Боялась Но Она Точнее Не Свершилась Она Решилась На Это Действие Тоже Забыл Вот Сол Потому Что Уже В принципе Немного Подустал Столько Говорить Но Все Равно Я Хочу Вам До Конца Все Рассказать Потому Что Мне Самому Интересно Что Вы Скажете Резнодорожные Пути Буквально За Там Пару Минут До Всех Событий Когда Поедет Поезд А Там Это Эти Лошади Везли Какие-то Каменные Глыбы То Есть Она Перегородила Вообще Весь Путь И Суть В том Что Здесь Нам Показывают Еще Любовь Жака К Своему Поезду Он Понимает Что Все Конец Вот Они Едут Там Этот Пеке Кочегар С ним Который Они Едут Они Понимают Что Все Что Уже Не Остановиться Что Уже Ничего Не Сделать Они Наезжают На эту Глыбу Там Кстати Столкновение Очень Классно Описано Как Вы Поняли С точки Зрения Мастерства Автора Как Поезд Наезжает Как Пять Вагонов Подлетают Вверх Переворачиваются Разрывают На куски До Других Срывают Крышу То Там Она Вообще Не Понимает Что Она Творила Она Видит Что Северина Выходит Из Поезда Она Потому Что Должна Была Ехать Спереди Но Там Что То Случилось Я Тоже Себе Где То Выделял А Вот Мне Кстати Открыто Как Раз В голове Поезда Не Оказалось Вагона Первого Класса И Молодой Женщине Пришлось Направиться В хвост То Из 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 Того Что Не Был Вагон Да Северина Оказалась В хвосту И По сути От Этой Аварии Она Не Пострадала Она Выбежала И Она Начала Искать Жака И Флора Смотрит Что Там Северина И Она Вообще Типа Типа Че И натворила Северина Вот А Жак Был Там Значит Жака Нет Они Начинают Судорожно Искать Из Невозможно Что Она Так Не Может Она Погубила Столько Жизней Других Людей И Не Решила Свою Цель Что Она Просто Уходит Она Терзается Ужасными Муками Совести Ей Очень Плохо Она Просто Заходит В Туннель Вот Этот Который Там Рядом Находится И Под Первый Поезд Она Прям Идет Напрямую На Поезд Ну И Вы Понимаете Что Там Происходит Она Даже Не Остановилась Она Прям Как Шла Она Так И Шла Дальше Ее Потом Ну Когда Нашли Поняли От Чего Она Это Сделала И Как Бы Все Это Дело Повесили На Нее Что Это Она Виновата После Этого Жак Приходит В Преступления И Вот Сейчас В Усадьбе Опять Жак Говорит Что Все Точно Решили Они Планируют Так Что Они В Этой Усадьбе Находятся Эта Усадьба Перешла К ним По Наследству От Этого Председателя Суда И Вот Они Хотят Сказать Руба Что Покупатель Нашелся То Руба Получит Это Письмо Он Захочет Приехать Что Продать Будет Сделает Вид Что Он Лег Спать Специально При Свидетелях Уедет На Три Часа Ночью Придет Когда Приедет Ночью Туда Руба Или Под Утро И Они Там Все Совершат И Жак Опять Вернется К себе То Он Как Будто Никуда Не Выходил Из Комнаты Ну Такая Довольно Примитивная Наверное Но Все Равно Интересная Тоже История Были Севериной Северина Начала Она Все Хотела Помочь Жаку Чтобы Он Решился На Это Чтобы Он Не Испугался В Последний Момент Как Уже Было Она Начинает Ему Подталкивать Она Начинает Ему Говорить Что Все Получится Давай Ты Сделаешь Вот Это Вот Это Вот Это И Она Начинает К Нему Приставать И В Какой Момент Она Раздевается Он Видит Ее Обнаженной И Он Понимает Что К Нему Вернулось Его Желание И Как Вы Думаете Что Происходит Да Происходит То Самое Он Разбирается С ней Он Просто В порыве Все Делает Не сруба А с ней Он Резко Выбегает Из дома В этот Момент Подходит Вот Этот Кабюш Которого Вначале Обвинили В том Что Он С Председателем Суда Разобрался Подходит К дому Кабюш А Кабюш На секундочку Питал Большое Влечение К Северине И тайком Постоянно За ней Подсматривал Причем Более того Он Крал У нее Вещи Там Перчатки Платки Шарфы Все Что Угодно И он Кабюш Заходит В этот Дом Потому Что Кто-то Выбежал Он Пошел Смотреть Что Там И он Увидел Тело Северины Он Просто Не понял Что А там Кабюш На руках Севериной И весь В крови Начинается Следствие Как вы Понимаете Ведет Его Тот же Следователь Денизи Он Понимает Что Ранение У Северины И у Председателя Суда В самом Начале Книги Оно Одинаковое То есть Кабюш Реально Все Это Дело Совершил Но Следователь На этом Не остановился Он Сказал Что Руба Из-за Ревности К Жаку Да Что Жак Севериной Там Строили Свои Интриги Руба Подговорил Кабюша И Руба Тоже Начали Судить Одна Из Главных Мыслей Для меня Здесь В том Что Когда Руба Уже Говорил Что Я Ничего Не Делал Он Уже Не Знал Что Делать Его Даже Становится Немного Жалко Его Начали Обвинять Что Он Причастен К Причастен Хотя Он Вообще Ничего Не Делал И Руба Просто Сдается Он Решает Для себя Что Он Расскажет Про Первое Преступление Чтобы От Него Отстали И Вот Здесь Он Рассказывает Все В Мельчайших Подробностях Как Он Совершил Первое Преступление В Поезде Ему Никто Не Верит Следователь Просто Думает Что Он Придумал Какую Странную Историю Чтобы Сейчас Ему Поверили И Все Ему Больше Ничего Не Надо Он Не Хочет Никаких Других Историй Вот Он Следователь Для себя Решил Что Все Вот Хочу Так Руба Все Спланировал Кабюш Все Сделал Все Другого Варианта Просто Нет Ну И Самое Интересное Что Жака Как Вообще Жак Вне Подозрений Его Все Видели Да И Самое Интересное Что После Совершения Вот Жак Успокоился Он Сначала Как То Был В Какой То Страсти В Порыве А Потом Он Просто Успокоился Он Утолил Свою Как Душевные Терзания Свою Страсть К Преступлению И Все У него Все Стало Хорошо Вот Такая Вот История После Этого Там Были Судебные Разбирательства Ну Жак Остался Так В Получается Друзья Я думаю Что Мы С вами Обсудили Максимально Все Подробно Как только Было Можно Даже Я не хотел Настолько Подробно Но Получилось Как Получилось И Давайте Наверное Выделим Основные Посылы Для Тех Кто Не Смотрел Эту Книгу Ой Точнее Не Смотрел Весь Ролик Полностью Из-за Спойлеров Значит Первое Что Я хотел Сказать Что В Книге Поднимается Коррупционная Составляющая Государства Ну Просто Какого-то Государства Я не знаю О чем Речь Конкретно О каком Идет Просто О том Что Такие Вещи Имеют Место Быть И Что Это Не Очень Хорошо Второе Это То Что Как раз Таки Я говорил Совсем Недавно О том Что Очень Сложно Доказать Что-то Людям Которые Слушать Тебя Не Хотят То есть Что Ты Не Делай Когда Ты Говоришь Человеку Правду Он Тебе Не Верит Но Когда Ты Лжешь Вот Пожалуйста Все Получилось То есть Да Доказать Ложь Оказывается Легче Чем Доказать Правду Хотя Правду Даже Доказывать Не Надо Я Думаю Что Это Вот Такой Один Из Очень Весомых Посылов Этой Истории Плюс Отдельно Надо Выделить То Как Описана Работа Машиниста Причем Да Все Подробности Как Я Уже Говорил Что Для Меня Это Было Очень Похоже На Артура Хейли С Его Производственными Романами Тут Прям Большая Работа Проделана Это Очень Интересно Читать Помимо Всего Что Я Уже Сказал Книга Читается Легко Читал Я Довольно Долго Потому Что Я Все Так Вчитывался Как Вы Понимаете Я Понимал Что Мне Как Вы Понимаете Я Понимал Я Понимал Что Мне Необходимо Сделать Хороший Отзыв На Эту Книгу Подробно С ней Поработать Я Думаю Что У Меня Это Хорошо Получилось Читал Я Книгу Наверное Чуть Больше Недели Я Думаю Примерно Столько Обязательно Расскажите Понравилась Ли Вам Эта Книга Если Вы Ее Читали Понравилось Ли Вам Это Видео Если Вы Досмотрели Уже До Сюда Ну И Скажите Конечно С чем Вы Согласны И Вообще Как Вы Считаете Какой Основной Посыл Этой Истории Я Кстати Говоря Насчет Вот Именно Болезни Главного Героя Что У него Вот Эта Тяга К Преступлению Я Не Понял Кстати Почему Так Потому Что Ну Вроде Как Не Сильно Это В Книге Афишируется То есть Не часто Мы Видим Эти События Которые Сводятся Вот К Этим Преступлением То есть По сути Мы Видим Влечение Жака Три Или Четыре Раза За Книгу И Все В остальном Это По сути Такой Триллер Очень Качественный Триллер Который Постоянно Держит Тебя В Напряжении Ты Не Можешь Оторваться Реально От Книги Как Я Вначале Сказал Ну И Получаешь Конечно Приятные Эмоции От Прочтения Этой Книги Не Забывайте Подписываться На Канал Чтобы Не Пропускать Новые Ролики И Не Забывайте Поставить Лайк Если Вы Еще Этого До Сих Пор Не Сделали Также Напоминаю Про Телеграм Канал Ссылка На Который Есть В Описании Этого Видео И Как Уже Я Очень Я Думаю Понравится Ролик Который Выйдет У нее Потому Что Об Этой Книге Я У себя Рассказывал Она Является Одной Из Самых Лучших Ну Ладно Не Самых Лучших Конечно Но Одной Из Лучших Которые Я Вообще Читал Название Книги Я Вам Конечно Сегодня Не Скажу Но Уже Завтра У нее Выйдет Ролик И Вы Сможете Посмотреть Ссылку Также Оставлю В описании Поэтому Обязательно Посмотрите И Подпишитесь Тоже На Канал Ну А На Сегодня Мы С Вами Прощаемся А Уже Через Неделю В То же Время В Том же Самом Месте Мы С Вами Увидимся Снова Пока